Девушки отдыхают 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 Явно чувствуют Что поймал бога за бороду Пацан просто не в курсе Какой привет прилетит ему Совсем скоро Прямо из Донецкой народной Митингующие собрались У правительственного комплекса С одним лозунгом Рауль Хаджимба Должен покинуть Свой пост Казалось бы При чем здесь оппозиция Штурмующее правительственное здание К славной Дерляндии О, братцы А сейчас мы вам кое-кого покажем. Узнаете, Марковкина из ДНР? Комбат пятнашки! Это вам не хухры-мухры! Да о нем целая программа из серии «Герой нашего времени» снимали. А я знаю такого человека, который всю эту красоту променял на войну в Донбассе. Герой Донецкой Народной Республики. Ахра-Авикба с позывным «Абхаз». Как говорится, хотел взять штурмом Киев, в итоге захватил родной Сухуми. Причем не сам, а в компании других гостей из ДНР. Граждане Украины, называющие себя представителями ДНР, участвовали в событиях в Сухуми, заявляет в администрации президента республики. А теперь, внимание, начинается сладкое. Текст о гражданах Украины написали в пресс-службе тогда еще президента Абхазии Рауля Хаджимбы. То есть, когда он пару месяцев назад обнимался с Пушилой, никакой Украины для него не было. Состоялся официальный прием делегации. Президент республики встретился с гостями из других стран, в том числе и с главой ДНР. Но стоило гостям из Дерляндии раскулачить абхазского батю, как ДНРы моментально превратилась в Украину. А знаете, чья это фишка? Ха! Старшеньких же братушек из Москвы. У них тоже. ДНРы сразу после падения малазийского Боинга Украиной стало. 295 человек погибли сегодня в авиакатастрофе в Донецкой области. Над территорией Украины, над территорией Украины разбился малазийский Боинг-777. Но на этом праздник лицемерия не закончился. Сейчас вам герой ДНРы расскажет, что же подвигло его выйти с оружием в руках. Не песке штурмовать, а богадельню в Сухуми. Он свой народ не верит. А мы на них смотрели, что они сделают так, что и мы и демографически, и экономически, и вообще духом поднимемся. Не, они нас уничтожают. Методично, плавно уничтожают. Оказывается, Рауль Хаджимба страшный человек. Очевидно, фашист, под гнетом которого так страдали несчастные абхазы. Но ой, товарищ герой ДНРы, тут такое дело. Пушила же всем прямо противоположное говорил. Для нас абсолютно очевидно, что те цели, которые вы ставите перед собой, как президентом, и, скажем, вреда Абхазии, мы действительно нацелены на то, чтобы народ Абхазии жил лучше. И вот вопрос. Ты, херой ДНРы, правый комбат в Дырлянде, твой главнокомандующий, пуская слюни, нахваливает того, кого ты сейчас называешь врагом народа Абхазии. Это не только мои враги, это враги народа, которые Абхазцы убивают. Это которые в свое время разбоями занимались. Тут бы позывному Абхазу возмутиться, рассказать Пушилину правду. Но как бы не так. Язык принципиального штурмовика тогда был очень глубоко. Хаджимбуш из Москвы ой, как поддерживали. У нас особое, совершенно особое отношение с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность, самостоятельность Абхазии. В Москве рассчитывают, ваша деятельность на президентском посту будет и далее способствовать укреплению российско-абхазских отношений. Но тут в башенках Кремля сориентировались и слегка изменили стратегию по Абхазии. И дали отмашку, мол, нам самим скидывать барина некрасиво, поэтому нам нужен типа переворот. И вооруженные исполнители быстро нашлись. Зрячо ли Абхаз с Сурковым в СДД по деснам лупятся? Упомянутый Абхаз состоит в СДД. Куратором и открытым покровителем СДД является Владислав Сурков. А теперь мы вам кое-что напомним. Ровно по этому же сценарию в свое время в Луганске снимали платву. Тогда тоже в город зашла техника и бойцы из братской Дерляндии. А через какое-то время Плотницкий пропал. Игорь Плотницкий оставил пост главы самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Причем в Абхазии вообще по красоте вышло. Люди там типа выбирали, а потом в Сухуми приехал Сурков и отправил Хаджимбу в отставку. С Раулем Хаджимба в воскресенье Сурков поговорил по телефону. Встреча с ним не была запланирована. Вскоре после этого телефонного разговора Хаджимба ушел в отставку. То есть республики настолько независимые, что решение принимает путинский «Принеси, подай, поедь в Сухуми не мешай». Помощник президента России Владислав Сурков приехал в Сухум. Целью визита российского политика является помощь в регулировании ситуации, сложившейся в республике. Ну а в целом нельзя не отметить, что сценарий в Кремле всегда один. Просто пацаны название локации меняют. Сначала Луганск, потом Сухуми. Парламент Абхазии принял отставку президента Ахрауля Хаджимбы. Он подписал заявление накануне. И здесь нельзя не передать привет Южной Осети. Ребят, чё там? Как там булки? Экстренного сжатия пока не происходило. А то, чтобы и у вас неожиданно переворот не начался. Ведь скажем по секрету, в Донецкой Народной воровать уже тупо нечего. И расширению сферы применения своего опыта боевики будут, ну ой, как рады. Сегодня, когда говорят и упрекают, что я езжу с оружием, то я знаю, что мои враги ездят с большим оружием. В остальном же нельзя не умилиться. Как герои русской весны красиво кошмарят... Нет, не украинцев, а русских. В той же Калмыкии уже полгода протестуют против боевика из банды Захарченко, которого бояре назначили мэром Элисты. Уже несколько месяцев жители столицы республики Калмыкия борются за отставку из-за Дмитрия Трапесникова. Буквально тут же силами Донецких нагибают недавних союзников из Абхазии. И знаете, что-то нам подсказывает, что это только начало. Кураторам выгодно создавать видимость народовластия в контролируемых анклавах. Бандитам из недореспублик выгодно быть полезными Кремлю. И против этих двух выгодно ни у кого в колоде путинских марионеток аргументов не найдется. А значит, ждите стука в дверь, ребятки. Ведь аппетит приходит во время еды.